Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. С вами я, Валерия Иванова. Сегодня я хочу начать эфир с благодарности именно нашему продюсеру Кате Касьяновой за организацию этой программы, этого эфира, потому что сегодня у нас первая видеотрансляция на связи Лондон и человек, которого я безумно уважаю, с которым я каким-то волшебным образом не пересеклась в Москве. Я обязательно расскажу Алексею, в чем суть. Ну, раскрою карты. Сегодня у нас в эфире Алексей Зимин, главный редактор афиши «Еда», шеф-повар, ресторатор и ведущий кулинарного шоу. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Добрый. Слышно, видно нас? Слышно, видно, да. Да, спасибо вам тоже большое за отзывчивость, что решили все-таки согласиться и поучаствовать в нашем эфире. У нас программа про рестораны, как вы уже знаете, и я не могу не сказать, что когда я жила в Москве, был такой период у меня в жизни, я работала в кулинарной студии «Кулинарион», знаю, что вы там тоже бывали, у вас там организовывались съемки в Новинском пассаже, там мы с вами как-то, видимо, не пересеклись. И хочу сказать, что ваш ресторан «Рагу», который на белорусской был я, была вашим частым гостем на обедах и ужинах и прям от всей души благодарю за то, что у меня была такая возможность попробовать. Сейчас, кто не знает из радиослушателей наши, Алексей находится в Лондоне и у него сейчас необычный такой ресторан, который называется «Зима Russian Street Food and Bar». И вот у меня такой первый вопрос к вам, Алексей. Все-таки стритфуд, он вот не так уж и ассоциируется с русской кухней. Как вы вот раскрыли этот концепт, что было, в принципе, вдохновением для создания такого проекта? Ну, стритфуд, я думаю, что это история про уличное говорит. Я понимаю, стритфуд как нечто готовое к употреблению, которое можно есть хоть на улице, хоть на кладбище, хоть где. Знаете, это же главное русская уличная еда, такая традиционная, это, так сказать, дни памяти, когда целые города сидят на кладбищах и там что-то с могил поедают своих родственников, говорят, дризно. Вот, в общем-то, как правило, они едят все эти майонезные салаты, это так, что легко переносится, хорошо сохраняется, так сказать, не мокнет в процессе выживания хранения. И вот эта самая еда, русский праздничный стол, вполне себе, так сказать, в общем-то, есть историю про еду, которую можно есть где угодно, в каких угодно обстоятельствах, так сказать, и которая, ну, в силу своей истории приносит ощущение праздника, хотя, в общем, на вкус и взгляд и на сразу часто не выглядит, как праздничная еда, да, вот по львиде, например. Вот это вполне на мой вкус. Стритфуд, пельмени и так далее, все это тоже, так сказать, уличная еда в международном понимании этого слова. Кроме того, в Сохо, в районе Лондон, где находится мой ресторан, на каждом ресторане написано, что это стритфуд, поэтому тут это как-то на любом, никто об этом не задумывается. Просто это некий формат современного, быстро обслуживающего ресторана с некими, может быть, народными традициями. Спасибо вам большое за ответ. Поняла, с чем связано. А если мы говорим вот про район Сохо, да, что там очень много таких концептов именно стритфудовских, как вас приняли там ваши соседи, другие рестораторы? Ну, Сохо-то такой, прям настоящий, ну, вообще интернациональный город исторический уже 2000 лет со времен, так сказать, Рима. И про район Сохо это такая критесенция интернационализма, мультикультурализма, мультисексуализма и так далее. Поэтому появление чего-нибудь то ни было в Сохо, в общем, никого удивления не вызывает. Да, если там, так сказать, жители Луны открыли бы свой стритфуд, ну, были бы, так сказать, вполне там, естественно, восприняты. Поэтому русский стритфуд это такая же, что у нас рядом есть перуанские, есть разного вида итальянские, есть тайваньские, ну, и так далее. То есть там все страны, в которой мы степи претендующие на обладание кулинарными рецептами, имеют свое представительство. Говоря про гостей ваших ресторанов, точнее, вашего ресторана, какое, может быть, уже у них любимое блюдо вот выделилось за время, сколько ресторан уже существует? Есть какой-то топ, который всегда стоит на стоп-листе? Ну, то, по настроению, что не стояло на стоп-листе, это же все-таки способ заработать деньги ресторану не только осуществлять культурную экспансию. Больше всего, если переводить, так сказать, в язык цифры, едят пельмени мясные, говяжие, так сказать, у нас нет смешанного фарша пельмени. И больше всего для того, что это известная еда и, как бы, те, кто его любят, его едят, а те, кто его не пробовал, просто интересно попробовать. Потому что они часто натыкаются на слово «борщ», так сказать, в разных контекстах применительно к русской вообще всякой международной идее, и без сроганов. Это, с одной стороны, тоже традициональный раз, сугубо русский, но, например, в половине, примерно, британских пабов можно в меню найти тоже без сроганов, поскольку это такая ассимилированная местная культура и брода. Ну да, больше, конечно, он на слуху, но так же, как и в пельмени, в принципе. Да, в пельмени просто тоже, посвящен интернационализм и в пельмени здесь бывают всех разновидностей, от, так сказать, демсамов до, так сказать, польских пирогов, вот, и вот это слово «дамблинг», оно, в общем, понятно, 99% жителей Лондона и вот, так сказать, соответственно, гостей, туристов и так далее. Ну да, у каждой культуры они просто присутствуют свои интерпретации в любом же районе. Да, мы отравивали и там до... Да-да-да. Если мы говорим про отличие гостей, то есть вы сказали, да, интернациональный очень город, Лондон была, там тоже согласна с вами абсолютно. Москва сейчас, в принципе, тоже отличается тем, что там очень много людей, разных национальностей, разных там религиозных каких-то, да, направлений. если мы говорим про вот именно гостей, в чем отличие, насколько они требовательны, потому что я, живя в Москве, да, на протяжении там 8 с половиной лет, я для себя уже сделала какие-то выводы, что гость в Риге и гость в Москве это абсолютно два разных человека. Как вы считаете? Ну, трудно сказать, потому что гость в Риге и гость в Москве и, так сказать, всего остального. Там же огромное количество людей из Прибранска, Латвия, в том числе, живет в Лондоне постоянно или часто-часто бывает. Также то же самое можно сказать про москвичей. В общем-то, поэтому, так сказать, мультинациональность публики, которая там присутствует, она своеобразная. это так, то нельзя как бы точно определить вот этого гостя, как вы говорите примитительно к московскому или религиозному гостю, он слишком разный. Просто здесь в силу менталитета, да, люди, скорее всего, промолчат на месте, но зато потом напишут отзывы в Фейсбуке. В Москве, ну, сколько я помню, предпочитают гости решать ситуацию на месте. Иногда даже со скандалом, хамством, вот, насчет конфликтных ситуаций. Насколько здесь придирчив, требовательный гость, если вы можете сообщить? Ну, знаете, в английской традиции, или там, шею британской, выясняю, отношение на месте не считается, так сказать, правил хорошего тома. Они, скорее, тоже, как рижане, видимо, так сказать, предпочитают ворчать постфактур, да, или, так сказать, просто носить эту боль в себе. Вот. Поэтому, в этом смысле, это, ну, поскольку у нас опять-таки международная суббика, то, были всякие разные реакции, там, и москвичи, там, какие-нибудь жители Калмуса, они тоже могут там с какими-то своими претензиями быть. Ну, претензий не много потом, потому что, видимо, элемент ностальгии и в сочетании с, в общем, с предприличным качеством, он человека настраивает на позитивный лад. Ну, потому что вы дарите, прежде всего, впечатление. То есть, это не просто посещение ресторана, но еще ознакомление с культурой, что-то новое, что-то еще не было. Ну, это ознакомление для кого-то, наоборот, так сказать, обретение своего в чужой, так сказать, обстановке. А есть ли какие-то просьбы или, там, претензии гостя, которые, ну, в ответ на которые, точнее, вы никогда не пойдете навстречу, то есть, вот, откажете в какой-то просьбе поменять какой-то ингредиент, я не знаю там. Ну, бывают ли такие у вас случаи? Ну, скорее всего, не будем выкорривать картошку из оливье. Просто я читала, был, в Москве выкладывала, не помню, какой информационный портал, самые необычные просьбы гостей, да, были собраны из, там, мухиновских ресторанов, ну, такие необычные всякие просьбы, например, про те же пельмени я очень хорошо запомнила. Пожалуйста, пельмени, но без мяса. Ну, пельмени, не бывает без мяса, у нас плюс картошка есть, вареники. Поэтому тут, в общем, подготовились к подобному роду запросу. В таком плане, что они просили вытащить начинку, либо, наоборот, оболочку убрать и оставить просто вот мясной тот самый. Ну, я думаю, что оболочку, скорее всего, это же есть, так сказать, старый советский анекдот, как сделать фрикадельки. Также, наверное, эти люди хотели сделать фрикадельки из пельменей, ободрав пить тест сверху. Ну, знаете, как у всех вкусы разные, каждый сходит с ума по-своему, поэтому я думаю, что сталкиваться приходится с различными такими историями. Хорошо. Вы начинали работать именно как журналист в редакции. Трудно ли вам было перестроиться вот в тот ритм, в котором вы сейчас живете, работая и на кухне, и будучи рестораном? Или это как-то плавно произошло? Ну, плавно, конечно. Это живая работа, она требует, особенно если она разнообразная, просто, так сказать, элементов организации процесса. Если ты с этим справляешься хотя бы отчасти, то, в общем, какая разница, чем заниматься журналами или ресторанами или тем другим одновременно? Ну, я в том плане, что нагрузка совершенно разная. Работа на кухне это безумно тяжелый физический еще труд, в редакции все-таки. Конечно, там есть моменты встреч, выездов за материалом, написанием, да, но отличаются. Вот именно по здоровью вы ощущаете? Ну, мне кажется, на здоровье работа в редакции влияет сильнее, в отрицательном смысле. Да, там стоило горечиться всякой водки, бессонных ночей и всего такого прочего, что, в общем, можно иногда и потаскать коробки с продуктами и постоять со спиной, потому что она все равно болит, что ты стоишь у плиты или сидишь за компьютером. В итоге. Спасибо вам за честность. Так прям хорошо сказали. А насчет вашей поездки на обучение в Ликорден Блю. вот вы поехали туда учиться, познавали эту профессию. Думали ли вы о том, что авось не получится или там начну учиться, пойму, что не мое. Вот были ли какие-то у вас страхи на пути к ресторанному на этом? Да нет, я давно собирался этим заняться, я этим занимался более-менее в таком дилетантском формате, поэтому страхов у меня не было. Когда все это начиналось, мир не был в том, так сказать, комменциализованном и профессиональном в ресторанном бизнесе, поэтому тогда можно было многое сделать с колес. Ну, собственно, сейчас тоже может то, что горизонтальное дилетантство вообще, мир, что оно произошло правильно. И у меня не было страхов, я просто в том числе я больше не убедился в том, что я в чем-то прав, а некоторые вещи просто научился делать правильно. Говоря про правоту, когда вы являлись ресторанным критиком, вы сталкивались с какой-то там, я не знаю, волной хейта за вашу ту самую правду, за необъективность возможную? Как с этим вы управлялись? Ну, да, потому что это ведь людям часто обидно, так сказать, слышно в свой адрес любые слова даже комплиментарные, просто произнесенные не так, не стоят интонации и так далее. Реакция человеческая разнообразная, предугадать ее ранимых тоже, ну, естественно, отрицательный обзор, они больше всего ранят, но меня всегда, всегда больше всего удивляли бы реакции на недостаточную похвалу такие угодно. То есть вообще в обратную сторону, которая, казалось бы, неожиданно именно на это будут. А на что вы больше всего обращаете внимание, когда сами ходите в ресторан? Первые какие-то у вас проявляются, может быть, топ-3, топ-5, на что вы сразу смотрите? Я смотрю на хлеб, например, поскольку там чаще всего он появляется одновременно или даже раньше воды какой-нибудь из газа из папки, это в каком-то смысле очень много говорит о ресторане, что покровение ли она об отношении людей к тем, кто к ним приходит, что они дают в первую очередь. Но потом, поскольку я занимаюсь сам в ресторане, мне интересуют всякие технологические вопросы, мне интересуют время, что подают как быстро и как медленно они все ставят в столах в столах, а не только то, что на тарелке. Ты работаешь профессионально, тарелка становится вторым или третьим элементом в списке, а не первым. А в сервисе что вам режет обычно глаз или что наоборот вы подмечаете и вот прям радуетесь и можете даже выразить лично какую-то благодарность? Ну, всегда интересна коммуникация, поскольку это самый сложный момент. Я много же в ресторане между кухней и так далее. Когда она организована хорошо, это всегда ты тоже хочешь по этой модели, потому что это основано. Это какая-то формула или это просто индивидуальное мастерство и открытость конкретного человека, который надел на себя официантский фартук. То есть всякие вещи, за которыми ты смотришь, ты сорваешься терпимее к проявлению каких-то кучи вещей, потому что знаешь, как это все устроено и как бывает непросто что-то сделать. ты стараешь следить, потому что каждое место по законам не создано, поэтому ты мягчаешь отношение к санкетам. Есть ли такая тенденция в лондоновских ресторанах, такое, знаете, как понебратство с гостем? Я знаю, что в Москве в некоторых заведениях уже это входит в моду, условно, присесть на корточке рядом с гостем, говорить с ним на ты. В Риге тоже есть некоторые представители, когда явно уже пересекаются, например, границы гостя с официантом. Как в Лондоне встретили? Как в Лондоне это было придумано Аркадий Монков в своем время, это психологический трюк, который, ну, на кого-то работает, потому что он создает сразу интимную дистанцию, он как бы уничтожает официанта, ставит ниже гостя, как бы, то есть официант не такой грозной фигурой по отношению к этому, он такой независимый, поэтому она, это переворачивание отношений, она положительно как бы с точки зрения установки, ну, его, по крайней мере, знаменитого ресторатора, продолжительно влияет на размер человека, там, отношения, так сказать, впоследствии, там, всего обеда или ужина между официантом и гостем, ну, то есть, все такое, все такое еще. Я не люблю такого интима, так, с порога, и в Лондоне, ну, в Лондоне, Англия, уже, в Великобритании, Шилле, страна достаточно формальных отношений, условных, договоренностей и так далее, поэтому, и в том числе, с поправкой, разумеется, на эквечность, потому что, в каждом ресторане, там, есть свои какие-то, в зависимости от типа страны, там, от типа уренталитета, есть свои какие-то нюансы, но, в среднем, отношения, в достаточной степени формально нейтральны между людьми и в ресторанах, и на улице. Я тоже, на самом деле, пока не могу привыкнуть к тому, что, ну, где-то вот такое веяние идет моды, да, возможно, да, действительно, это какие-то дистанции, какие-то границы, оно и в хорошем смысле, да, убирает, но я все-таки за то, чтобы человек сам мог выбрать, а не чтобы это ставили вот так перед ним. Вот. Я так понимаю, что нам нужно сейчас сделать небольшую рекламную паузу, мы продолжим после, да, Да, я сходу в школу быстро. Да, спасибо вам большое, Алексей, да, тогда встретимся после рекламной паузы и в эфире «Открытая кухня». Спасибо, что слушаете нас. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Открытая кухня» и сегодня у нас телемост с Алексеем Зимином, это главный редактор афиши «Еда», шеф-повар, ресторатор и ведущий кулинарного шоу. Да, сегодня у нас на связи Лондон. Буквально пару минут у нас есть еще время до того, как Алексей вернется, поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы, я с радостью отвечу, пока есть такая возможность. Напомню, телефон на прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Вот как вы относитесь... А, вот у нас звонок, это не успело. Добрый вечер, здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Что-то сорвалось у нас, можете попробовать еще раз набрать. 6721-2939, 6721-3939. Как вы, дорогие наши порижане, относитесь в целом к такому концепту стритфуд? Вот Алексей Зимин сказал, что в Лондоне, вот в районе Сохо, все рестораны, они именно такой концепции стритфуд, где подается еда уже там в каком-то готовом виде, который легко взять с собой. У нас пока такого отдельного района нет, есть канцем квартал, где по средам, летам проводятся фестивали уличной еды, где там живая музыка звучит, где некоторые рестораны представляют свои такие ларьки, где можно отведать небольшие порции, не скажу, что за самую маленькую стоимость, но тем не менее. На Тейке, насколько я знаю, тоже проводятся подобные мероприятия, на ВЭФе. В целом эта культура, она развивается хорошо в Риге, но вот такого района-района, где места уже будут отдельно стоящие, такого еще нет. Давайте, может быть, пообщаемся на эту тему, как часто вы посещаете подобные мероприятия, были ли вы по средам на канцем и квартале. Напомню, номер 6721-2939, 6721-3939. Буду рада с вами пообщаться, пока ожидаем нашего гостя обратно в эфир. Также не могу не отметить, что центральный рынок, который открылся буквально в начале года, это, конечно, тоже такой прорыв на нашем рынке, да, централа из Гастротергос, где как раз-таки можно попробовать разные кухни мира, я думаю, что и взять с собой. В целом, этот концепт, он доходит до нас немного с опозданием, да, там, в том же Лондоне, в Москве это существует очень давно, в Москве знаменитый центральный рынок, тоже так же называется, на Цветном бульваре, депо, фудмаркет, Даниловский рынок, я очень, пока жила там, любила такого рода времяпровождение, прежде всего, потому что если ты не можешь решить, что же сегодня поесть, и не планируешь прям так вот сидеть, хочешь в более расслабленной обстановке, то это, конечно, отличный вариант собраться в компании, друзей или с семьей пойти и попробовать сразу много всего, в этом есть, в принципе, самый такой большой плюс стритфуд концепта, что есть возможность вот по чуть-чуть, по чуть-чуть и там и тут попробовать, но, конечно, я думаю, что стритфуд, он должен отличаться быстротой, потому что если тебе на одно блюдо нужно потратить порядка 30-40 минут или просто стоять в очереди столько же, ну, вопрос тогда, насколько это стритфуд, то есть за более высокую стоимость можно, в принципе, посидеть и в ресторане, и те же 40 минут, полтора часа потратить уже в атмосферном месте и не стоя, или там в поисках лавочки какой-то, где присесть, а уже непосредственно за столом. Вот. Но я очень радуюсь, правда, очень радуюсь, что в Латвии это все развивается и наши люди становятся более открытыми к посещениям и уже не требуют, наверное, вот там супер какого-то оформления вокруг, что им нравится элемент времяпровождения в толпе, если можно так выразиться. Вот в этом тоже есть что-то. Напомню, номера для связи 6721-2939, 6721-3939, может быть, кто-то хочет поделиться, да, у нас есть звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, только вчера был в этом стрит-футе, как вы его обозвали, на центральном рынке. Да. Ну ужас. Расскажите, почему, что вас расстроило? Значит, смотрите, я вот, например, путешествовал, я приехал в Бельгию, и у них есть их базар, где приходишь и ешь самые лучшие в мире стейки, и культуру потребления, и как это было сделано, для меня это было шоу одного дня, то есть я круто отдохнул, приеду на базар, потратив там деньги, покушав стейка, пообщавшись с местными, я ушел, в Вал, Рамбола, например, Испания, ну просто зачетно, просто зачетно там провести время, и покушать, и посмотреть культуру, и все. Значит, приходим в Латвию, ну будем говорить про этих застанных, грязных, занюханных бомжей, которых там миллион, которых не вытравить там никаким дустом, это просто кошмар. Ну, насколько я помню, что на, вот именно на территории газа рынка там охрана стоит. Это было вчера, ну стоит, но это сразу отпугивает людей, это сразу убивает их. Если образуется какая-то группа иностранцев, сразу есть какие-то ребята, которые хотят их как-то обворовать, как-то еще что-то с ними. Вот, ну мой взгляд вчерашней стороны, он субъективный, безусловно. Во-вторых, я прошел, я прошел и попробовал что-то купить. Например, я зашел в гриль, но гриль не для нашего кошелька, там средняя, чтобы более-менее нормально посидеть, 20 евро. Ну, я не увидел там никаких изысков. Пельменная, ну, посмотреть на ту классическую пельменную, которую мы привыкли, которая есть у нас в Риге, и то, что там, ну, не захотелось остановиться. Гамбургеры, чтобы покушать какой-то гамбургер. Я посмотрел на этот гамбургер смешно. Ну, вот я не знаю, меня не зацепило ничего, и меня ничего не заставит туда прийти, чтобы это было действительно кайфовенько, вот не для местного. А вы были один или в компании там друзей или кого-то? Я как бы профессионал, я занимаюсь тем, что я организовываю такие точки. Ну, я так думаю, что я профессионал. И мы там тоже будем делать какую-то точку, тоже непрофессиональную, тоже глупую, просто платить, делаем. Но приходить туда, тратить там деньги, нет. Но если я поеду в Испанию, я до сих пор помню Рамбул. Если я буду в Бельгии, я точно помню, как это выглядит. Ну, во всех практически. Даже тот же самый бутик-базар в Москве. Ну, это прикольно. Здесь, ну, нету ничего живого. То есть, стоит продавец за прилавком, глубоко несчастный, который получает, мало у него на лбу написано, мало мне, жить мне плохо на земле. Вокруг смотришь на людей серо как-то. Смотришь на пищу, ну, нету эмоций. Ты приходишь туда за эмоции, за атмосферой, ты не получаешь ее абсолютно. Там сделано, как будто бы все из-под палки. Как будто бы пародия, под что-то, и она вот не получилась. Возможно, просто нужно дать все время. Знаете, как проекту еще даже год нету, поэтому я думаю, что они работают над ошибками, пытаются как-то учесть. какую мы философию закладываем и чего мы будем придерживаться. Вот куда мы идем. Спасибо вам большое за мнение. Здравствуйте еще раз, Алексей. У нас эфир продолжается. У нас просто тут был звонок от радиослушателей. Обсуждали как раз формат стритфуда, насколько он прижился в Латвии, насколько понравился нашим жителям. Возвращаясь к нашему разговору, сейчас работая в ресторане, как вы считаете, сохраняется ли посыл, что это все-таки творческая профессия, что вы должны получать какое-то удовольствие от создания нового блюда, от продумывания всего меню, или уже вы работаете абсолютно как механизм, и это такой конвейерный уже процесс? Ну, отчасти конвейер, потому что в общем-то в этом цели любая работа связана с воспроизведением одинаковых сущностей, которым является приготовление еды. Должен тысяч одинаковых яиц пашот, так сказать, в течение недели воспроизвести одинаково, совершенно повторяющихся. Но ты начинаешь находить удовольствие как раз в этих повторах и так далее. Собственно, любое ремесло, связанное с занудностью, оно приносит счастье только, когда оно тебе действительно нравится. Потому что если что-то в нем раздражает, то ты не сможешь работать что на упаковке, так сказать, коробок, что на ресторанной кухне, что в кино, потому что это все тоже много задуманных, занудных, повторяющихся элементов, освобождает от которых только как раз знания, умения и так далее. Ну и, конечно, любовь к своему делу, как вы сказали. Если тебе все не нравится, то быстро очень, мне кажется, выгоришь и просто возненавидишь все, что тебя окружает, и приходить туда и творить все, что точно не захочется. А насчет выгорания. Знаете, бытует такое мнение, что у многих представителей профессии появляется в какой-то момент алкозависимость. Да, я имею в виду, что в поворотах, как вы думаете, вот из-за чего это правда происходит, как с этим бороться, вот ваше мнение? Ну, это не беда, единственная, в поворотской профессии. Это, ну, в общем, социальная, ну, так сказать, штука. А поворотская профессия, она, может быть, там, утрирует многие вещи, с которыми ставят все люди, поскольку это стадия перманентного стресса, цветнота, и так далее. Если твой ресторан успешен, и, например, полно отсутствует цветноты, и так далее, если твой ресторан неуспешен. Неуспешность тоже ведет, так сказать, к стрессам, так же, как и успешность ведет к стрессам, поскольку просто это становится тебе тяжело, успешно перон transcendence, так сказать, в такую очень сложную рутину, в ценную войну, и так далее. Поэтому, вот это, плюс еще неограниченный допуск, так сказать, к алкоголю, которые имеют все сотрудники ресторана. Поэтому сочетание этих всех факторов может действительно начинать подтолкнуть. Или наоборот, кстати говоря, я видел массу примеров, наоборот, оттолкнуть от легкодоступности и все прочее. Наоборот, человека отваживают, а люди становятся совершенно непьющими. Что как раз делать барменов профессионалами, например, со стороны или поздно. Да, там и Толуару, соответственно, тоже. Если бы в вашей команде у одного из сушаевов или повар горячего, холодного цеха, такая проблема бы. Вы бы поняли, что у этого человека действительно нужно на протяжении последних недель подступать какие-то жалобы от других коллег, или вы видите, что его работоспособность в конце концов уменьшается, либо ухудшается. Вы с таким человеком бы попрощались сразу или попытались бы ему помочь? Ну, я считаю, что всегда всем отдавать шанс в любых обстоятельствах. Поэтому, конечно, нет не сразу. И попытки, так сказать, что-то сделать с самим соорудить, потому что без... Такие вещи не решаются, так сказать, внешними приказами, факторами. То есть человек может только сам с тобой что-то, так сказать, соорудить. Если один-два шанса вполне можно дать, мне кажется, это нормально. Ну, если ресторан – это такая командная прям, да, работа, то еще одна такая ваша сфера деятельности – это работа на телевидении, да, в студии. Там вы ведете кулинарное шоу. Насколько вы считаете, что это больше связано как раз-таки с интерактивом каким-то, либо у вас есть примарная цель, да, расширение кругозора? Тех же телезрителей, которые смотрят, потом по вашим рецептам готовят, узнают для себя новое. Как вы это воспринимаете? Ну, жанр телевизионного повара, он подразумевает как бы сочетание там, прикладного элемента, да, то, что все-таки то, о чем ты говоришь, то, что ты покажешь, должно быть возможно приготовить, если ты выдаешь себя за человек, который учит этому ремеслу. И в то же время во всем этом, как должен присутствовать элемент шоу, то есть вещи, которые не заставляют тебя непосредственно, так сказать, что-то делать, да, там, идти в магазин, разогревать сковородку, там, и так далее, чтобы ты там что-то себе намотал на ус. Знаете, просто люди любят говорить о еде, не обязательно при этом это должно выливаться в, так сказать, непосредственно кулинарные эксперименты. Куча моих знакомых ходят в рестораны, за ужинами, за обедами рассуждают о тех или иных, так сказать, обстоятельствах существования бифштексов, но многие никогда, даже не пытаются приготовить их самостоятельно, потому что они, кажется, к этому просто как такие продвинутые потребители, которым важно знать побольше там или обсуждать то, что они попадают в него. Ну, еще сейчас очень избаловался, мне кажется, наш рынок в том плане, что очень доступна доставка еды. Сейчас, мне кажется, уже нет такого города, где нельзя нажать кнопку в приложении и выбрать там китайскую, итальянскую, тайскую, японскую кухню, любую, в принципе, да. И иногда люди все-таки отдают предпочтение не готовке дома, да, нажать эту кнопку, потому что это быстро, это удобно и так далее. То есть, ну, как-то, наверное, и отходит на задний план, вот то, о чем вы сказали, да, что некоторые даже и не пытаются что-то там самостоятельно попробовать. Вот, но я все-таки горжусь тоже теми людьми, которые вот смотрят, например, ваши передачи. Очень много, кстати, можно видео найти ваших, да, где вы рассказываете, показываете, как там какие-то продукты можно вместе, ну, чтобы они хорошо были по вкусу, по внешнему виду. А готовите ли вы сами дома? Готовываю, конечно, да. Ну, это так сложилось, что мои домашние как-то не особенно, они любят тоже, у них есть свои мнения по поводу, так сказать, вкусов и невкус, наверное, что как должно все быть, но мало кто из них пытается, так сказать, тоже попробовать вернуть это самостоятельно, поэтому по большей части, когда я могу, я тоже все, так сказать, обеденное, так сказать, меню заполняю своим, так сказать. Бывает ли такое, что ваши дети уже, ну, там, жена, дети, да, сравнивают какие-то блюда, когда вы идете куда-то, да, не в свой ресторан, а куда-то, говорят, вот, нет, папа здесь, например, вкуснее бы приготовил, или папа, вот, скажи, что тебе в этом блюде не нравится. Используются ли они вами, вашим профессиональным компетентным мнением на 100%? Ну, естественно, они, наверное, дети же манипуляторы, эксплуатанты, они пользуются такой прекрасной возможностью, например, когда их няня что-то, так сказать, готовит, они не хотят, почему, по какой-то причине это есть, они говорят, что вот, типа, папа в ресторане лучше, или что-нибудь еще в этом роде. Ну, няня обижается или уже привыкла? Ну, нет, она просто не понимает, как бы, так сказать, степень, где-то все манипулятивные природы детского, так сказать, мог правду ума. А правда ли, что, когда в семье есть один человек, ну, в частности, да, в вашем случае это мужчина, вы, который, у него это уже на профессиональном уровне, что женщина перестает готовить, отдает, передает эту эстафету и говорит, ну, у тебя же это лучше получается, давай. Ну, это вообще человеческая особенность. Люди, в общем, довольно легко делегируют то, чем не особенно хотят заниматься. Знаете, если, так сказать, там, моя жена умела бы таскать шкафы на себе, я бы тоже, может быть, с удовольствием, так сказать, ей это припоручил. Ну, и так далее. То есть это такая вещь в человеческой природе. Поварская профессия, да, вот, вы сами, да, сказали, что действительно там и физически очень труд большой, и конвейерная работа, и эмоциональное достаточно сильное напряжение. Вот именно в профессиональной точке зрения, да, есть ли там место женщинам, или это все-таки мужское дело? Кухня, ну, кухня, знаете, тут, как сказать, это же такой коллектив, который должен быть достаточно тесен, тесен, он часто еще просто исходя из, так сказать, соображений пространства. На территории довольно маленькой, для того, чтобы там два человека разместилось, часто должны довольно подолгу существовать в таких экстремальных обстоятельствах температуры, там, опасных, так сказать, всяких жидкостей, там, и всего прочего, много людей. Поэтому такое существование требует определенного рода, выработанных отношений с людьми, чтобы они друг друга не переубивали. А насколько сейчас большая у вас команда в зиму? Что? Насколько сейчас у вас большая команда именно на кухне? Ну, кухня, кухня, это команда большая, там же люди не каждый день работают, как правило, да, там же есть смены. Да, да, да. В ресторане небольшой 75 посадок и посадочных мест, и, соответственно, там, в общей сложности на кухне работает, там, 12-14 человек, и, как бы, в зависимости от дня недели, бывает от 6 до 8. Кто-то работает 2 дня через 2, кто-то 5 дней работает, 2 отдыхает, и так далее. То есть у всех свои графики, где-то они, кто-то работает с утра, кто-то работает вечером, поэтому, тут важно, вот эти, моменты взаимного понимания, комбинации были при любых сочетателях, это в футболе, когда команда должна играть, вне зависимости от того, получил травму главный нападающий или нет, то есть людям надо уметь в любые комбинации, так сказать, превращать в выигрышные. А тяжело ли вам было найти эту команду? Сколько вы потратили времени на поиски, укомплектацию своего штата кухонного? Ну, это ресторанный бизнес, он тяжел для команд, потому что, в отличие от футбольного бизнеса, у него очень маленькие зарплаты. К сожалению. Да, и поэтому, очень большая текучка, соответственно, люди часто не от хорошей жизни идут, так сказать, на кухню, часто для многих, там, мотив лишних, буквально, там, десятков, или, там, сотни евро или фунтов, является мотивом жизни, они могут бросить, там, слаженный, хороший коллектив, ради, там, довольно небольшого количества денег. Кто-то переезжает, и поэтому, там, так сказать, вон, дорогой транспорт, поэтому, там, добираться до работы становится очень дорого. то есть, куча разных обстоятельств, которые мешают, вот, таким, долгим командам собираться в рамках, так сказать, ресторанного бизнеса. Ну, да, получается, у меня в Москве, например, в ресторане Дон-Двенас, который я делаю уже 6 лет, работают люди, с которыми я работал еще в РАГУ, то есть, уже, уже, почти 10 лет, они вместе. в ЛАГУ, только костяк. Там, кто-то приходит и уходит, но, в общем, там, костяк люди действуют. Они, так сказать, притяжают друг другу настолько, что им уже трудно представить жизнь в каких-то других обстоятельствах, с другими людьми. Ну, больше мне нравится то, что они все там, правда, не получаются, и там, в Украине получают зарплату, и так далее. Просто в Латвии, я так с вами поделюсь, вы сами тоже сказали, что очень много в Лондон приезжают люди, ну, из наших прибалтийских стран работать. Ситуация прям катастрофически тяжелая, с кадрами, очень тяжело найти, очень мало людей осталось, большинство действительно уезжают, там, и в Великобританию, еще там, в Германию, в Польшу, и в другие страны. Или в России даже тоже, я знаю, много людей из Риги, в том числе, которые работают. У меня работал в Тарас Киренко, такой повар-врагу, из Риги тоже. Да, здесь просто для того, чтобы укомплектовать штат нового какого-то проекта, требуется действительно, там, ну, два-три месяца, да, чтобы уже действительно это было... А так, вообще, годы могут пойти, чтобы нечто надежное все это превратить. Ну да, это пока кто-то еще, там, полгода поработал, понял, что это не его, я не знаю, устал, передумал. Ну, многие, многие, в ресторанном бизнесе честность довольно сильно развиты, в смысле, соцсоценки собственных возможностей, и люди, которые приходят, то, что здесь называется на пробные какие-то, так сказать, рабочие дни, многие уходят через час, например, потому что они там поняли, что эти люди им не нравятся, которые рядом с ними стоят, им не нравятся, я не знаю, пельмени, или там, они там не хотят руками брать свинину, то есть, все же свои какие-то фобии, обстоятельства и так далее, в ресторанном бизнесе многие прямо через час говорят, нет, я не буду здесь работать, уходят, понимают. Да, тоже такие у меня были случаи, что человек даже там не попрощался, просто пошел в гардероб, да, это вот в порядке вещей, это как бы, значит, сначала ты переживаешь дико по этому поводу, а потом понимаешь, что это, в общем, так сказать, просто один из законов этого жанра, поэтому тут как-то надо относиться философски. Так что мы можем успокоить наших жителей, радиослушателей, да, что эти проблемы, они существуют везде, Лондон не является там, какой-то райским местом, где таких проблем нет, они есть везде, это правда. Алексей, скажите, вы планируете еще открытие каких-то проектов, если можно какую-то интригу такую вот приоткрыть, или вы пока остановились? Я только что открыл проект в Москве новый, называется, дом 16, это был продолжение, мой проект дом 12, в другом месте, немного с другими остались, с другой кухней, большое такое место на Покровском бульваре, так что если будете, то адрес у меня Покровский бульвар, собственно, дом 16. Спасибо, очень интересно, а в Лондоне, или пока хотите стабилизировать все? Нет, мы планируем, но поскольку все здесь происходит достаточно небыстро, и все это связано с тратой большого количества денег, поэтому приходится долго все это выбирать. Мы сейчас находимся в процессе поиска нового помещения для одного нового проекта, но это может затянуться на месяц, а то и годы, потому что так, чтобы найти место, которое устраивает тебя по всем обстоятельствам, включая, так сказать, с ценой с арендой и так далее, это не быстро. Я могу пожелать успехов вам в этом непростом пути, потому что в Латвии все так же. Очень много моих коллег, клиентов, которые, у них загорается какая-то идея, находят инвесторов, уже придумывают концепты, и это откладывается на год, на два, и иногда и вообще не открывается в итоге. В этом случае ресторанные стартапы, они очень легко собираются, причем многие люди хотят инвесить в бизнес, потому что быстро с точки зрения организации, но если вот в этом списке, так сказать, обстоятельств какие-то неправильные, то опыт тебе говорит не лезть туда, где не все, так сказать, элементы находятся в нужных тебе последствиях, и не все вообще наличествуют, поэтому там многие вылезают в это все, а потом, кстати, получают опыт в лучшем случае, а то и, так сказать, что похуже. Но постепенно ты не лезешь во все подряд и ждешь, когда пазл сложится более-менее. Все равно это элемент риска, но все равно лучше, чтобы он был максимальным. Ну, то есть инвесторы, понятно, да, у нас здесь в Риге тоже мы не раз поднимали вопрос, что многие заходят в этот бизнес, думают, что это самый простой бизнес, что там кафе открыть, персонал нанять, кухню поставить. Он не простой, он быстрый, как бы, да, то есть ты вот что-то раз там поставил плетут, пять человек, и начал торговать, так сказать, с пагетти-баланет. А это, на самом деле, включает в себя много еще каких-то вещей, которые на первый раз ты не учитываешь. Конечно, конечно. А что бы вы пожелали, да, завершая наш сегодняшний такой разговор, телемост, что бы вы пожелали посетителям ресторанов, гостям, да, у нас же традиционно такой вопрос, что бы вы пожелали своим коллегам, поварам, шеф-поварам? Можно поесть вас. Я, конечно, не расстраиваюсь по поводу отдельных, так сказать, каких-то детских замечаний, потому что всем угодить невозможно, это всегда, как бы, и все, что... Вообще, так сказать, как говорила одна моя хорошая приятельность, человек, знающий обстоятельства жизни, что внешний мир пытается тебя всегда, так сказать, унизить каким-то образом и ранить. Соответственно, человек должен постепенно раздражать в себе неуязвимость по отношению к обстоятельствам внешнего мира. Сначала ты должен стать к этому, к этим уколам равнодушен, это первый этап, так сказать, важный. А вторым этапом, высшим, ты должен получать удовольствие от раздражающих, так сказать, тебя элементов. Вот я пожелаю всем моим коллегам как минимум первого, так сказать, статуса, а лучше второго. Супер, супер. А если гостям, то такое пожелание было актуально. В общем, тут нет, сейчас я им, я желаю того же самого. Ну и побольше, чтобы их представления о прекрасном чаще совпадали с тем, что они получают за те деньги, которые они платили. Очень душевно получилось. Спасибо вам большое, Алексей. Сегодня получился такой быстрый эфир, к сожалению, да, потому что... Спасибо вам большое. У нас сегодня на связи был Алексей Зимин, ресторатор, шеф-повар, главный редактор афиши «Еда». И я думаю, что нужно продолжать такую традицию, связываться с гостями, да, и за границей, и знакомиться с, так скажем, звездами этого рынка, потому что это действительно один из самых-самых тяжелых бизнесов. Это безумно тяжелая профессия. Здесь неважно, женщина вы или мужчина. Очень много нужно вкладывать и в свое здоровье, и в эмоциональное состояние, чтобы выдержать. Ну и как-никак готовить нужно с любовью, радовать своих гостей, иначе в этом смысла никакого нет. Я хочу поблагодарить еще раз Катю Касьянову, которая организовала сегодняшний эфир. Спасибо, Катя, большое тебе за то, что у нас была такая возможность сегодня пообщаться. Я напоминаю, что у нас есть группа в Фейсбуке, где вы можете комментировать, можем пообщаться после и там. Спасибо вам большое за то, что слушали, были с нами. В эфире была программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И до встречи в следующий понедельник.